Время новостей. В студии Анна Нитченко. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Основная миссия организации договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Об этом заявил президент страны Касым Жамарт Такаев. По его словам, поэтапный вывод контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней. Ранее сообщалось, что в стране находятся более 2000 военных и 250 единиц техники. Тем временем растет число задержанных из-за массовых протестов. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на сегодняшний день их почти 10 тысяч человек. Тем временем США призывают казахстанские власти прекратить действие приказа об огне на поражение. Мы призываем власти уважать правовую защиту и гарантии справедливого судебного разбирательства для тех, кому предъявлены обвинения. И мы призываем освободить всех, кто был задержан за осуществление того, что является универсальным правом, за осуществление своего права на свободу волеизъявления. Протесты в Казахстане, напомню, начались 2 января в Магистаусской области из-за повышенной цены на газ. Уже 4 января они охватили все крупные города страны против власти в целом. Президент Такаев ввел в Казахстане чрезвычайное положение и отправил правительство в отставку, после чего началось силовое подавление акций. За военной помощью Такаев обратился к странам организации договора о коллективной безопасности. Писатель Виктор Шендерович объявил о решении выехать из России в связи с уголовным производством о клевете. Об этом он написал в Фейсбук, но куда отправиться не уточнил. Напомню, в конце декабря суд обязал Шендеровича выплатить 100 тысяч рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина за якобы нелестное высказывание в эфире одной из радиостанций. Ее же штрафовали на 1 миллион рублей. По статье о клевете Виктору Шендеровичу грозит до 5 лет лишения свободы. Разумеется, отъезд это именно то, на что мне намекали из Кремля 20 лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни. Не по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался. Виктор Шендерович, писатель, фейсбук. Украина в достаточной мере и даже с запасом обеспечена газом и углем для прохождения зимнего отопительного периода, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он подчеркнул, что отключения электроэнергии в этот период могут быть лишь аварийными. И министерство вместе с контролирующими органами постоянно предупреждает частные структуры о недопустимости отключения в связи с плановыми ремонтами. Резерв в энергосистеме есть. Никаких рисков или никаких оснований для отключения нет, кроме аварийности. И мы об этом говорили, что опять же плановые ремонты в период прохождения отопительного зимнего сезона, они не должны происходить. Мы со своей стороны будем соответствующим образом коммуницировать и проводить соответствующую работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило. Украинским правоохранителям с февраля повысят заработную плату. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству с 1 февраля увеличить на 10% зарплаты работникам системы МВД всех категорий. Как полицейским, так и спасателям, пограничникам, нацгвардейцам и сотрудникам миграционной службы. Монастырский напомнил, что в бюджетах последних двух лет не закладывали соответствующих средств, а доплаты происходили точечно. Деньги для повышения зарплаты в этом году удалось получить благодаря прошлогодней спецоперации против нелегальной реализации подакцизных товаров, написал министр. Уникальная операция. Американские хирурги впервые в мире успешно пересадили сердце семьи человеку. Для 57-летнего пациента это был единственный шанс выжить. Он страдал от болезни сердца в последней стадии. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, однако следующие несколько недель будут решающими. Семья, оставшая донором, генетически модифицирована. У нее нет так называемого сахарного гена, который производит фермент пищеварения. Он способен вызывать сильную иммунную реакцию у пациента, что привело бы к отторжению донорского сердца. Животное донор было очень стабильным. Орган в идеальном состоянии, хорошего размера. Извлечение органа было сделано обычным образом. Это поворотный момент, призыв к действию. 2021 год вошел в пятерку самых жарких за всю историю научных наблюдений. Об этом сообщили в службе Евросоюза по изменению климата. Количество в атмосфере углекислого газа и метана, нагревающих планету за минувший год, достигло новых максимумов и продолжает расти. Ученые отмечают, последние семь лет были невероятно теплыми, причем с явным отрывом. Это спровоцировало прошлогодние наводнения в Европе, Китае и Южном Судане и лесные пожары в Сибири и США. В свою очередь, метеорологи Великобритании ожидают, что и этот год станет одним из самых жарких в истории наблюдений. «Разум мы едыни» – инклюзивный фестиваль творчества проходит в Мариуполе. Отборочный тур в шести номинациях состоялся весной прошлого года. На гала-концерте выступят 14 победителей. Основная цель фестиваля, говорят организаторы, максимально привлечь людей с инвалидностью в творческую жизнь города. Как репетируют финалисты, видела Надежда Сухорукова. Павел и Ольга – участники инклюзивного фестиваля «У ребят синдром Дауна». Они год репетировали с хореографом и волонтерами вальс. «У нас всех на добром, на счастье». Все ребята очень творческие, но по-своему. По-своему каждый хочет иметь возможность самореализоваться, показать свои умения. Поэтому иногда у нас с ними есть трудности, как у руководителей. Но, тем не менее, они молодцы. Фестиваль «Разом Мои и Дыни» проходит в Мариуполе во второй раз в рамках городской целевой программы поддержки, адаптации и профориентации детей и молодежи с инвалидностью. В общей сложности у нас в этом году шесть номинаций. Это вокально-хоровой жанр, хореография, инструментальное исполнение, декламация, театральное искусство, оригинальный жанр и прикладное искусство. В заключительном галоконцерте выступят 14 участников. На сцену они выйдут вместе с творческими коллективами города. Показать другим, что и с такими заболеваниями можно жить, можно работать, можно творить, можно радоваться жизни. Для репетиции у участников осталось менее двух недель. Галоконцерт фестиваля состоится 22 января. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Новости Украины. Программу празднования 70-летнего юбилея королевы Елизаветы II на троне опубликовали в Бкингенском дворце, передает BBC. 6 февраля она станет первым британским монархом, который отмечает платиновый юбилей. Празденство продолжится в течение года. Они включают уличные вечеринки, концерты, возможность увидеть вблизи дома королевы. А со 2 по 5 июня запланированы выходные для всех британцев. Больше информации на нашем сайте и социальных страничках. Также напоминаю вам, в Минздраве призывают вакцинироваться. Берегите себя и вечером в этой студии встречайте Светлану Леонтьеву. Светлана Леонтьеву. Светлана Леонтьеву. Светлана Леонтьеву. Светлана Леонтьеву.